Люди спорта с Николаем Валуевым на Спорт.фм Не забыл сказать? Нет, все верно. Вы знаете, мне действительно даже немножко самому хочется задать такие исходно мужские вопросы. Вот почему керлинг сравнивают с таким вот вроде бы женским занятием. Но к этому мы чуть позже. В жизни каждого спортсмена появляется спорт. Рано или поздно в вашей жизни, когда появился керлинг, как долго вы к нему шли. Вообще это очень экзотический вид спорта до недавнего времени. Это сейчас построено много спортсмена. Не то, чтобы много, но уже есть, уже появились керлинговые площадки. А в вашей жизни как это? Ну да, действительно, это достаточно новый для нашей страны вид спорта. Я пришла в керлинг в 99-м году, в начале года. На тот момент... 14 лет уже будет, получается. Да, 14 лет я занимаюсь. На тот момент практически никто не знал вообще, что это такое. Это было вот тогда действительно новое и что-то такое из роли экзотического. Некоторые дети из моего класса пошли попробовать заниматься керлингом. Вот, рассказывали, что им нравится. И я тоже попросилась меня отвезти в эту секцию. А тогда открылась спортивная школа в Москвиче, в Текстильщиках. В Москве? Да. То есть первая вот эта площадка в Москве в 99-м она уже существовала? Или это на базе какого-то катка? Была тогда экспертальная школа высшего спортивного мастерства «Москвич». В этой школе было несколько видов спорта. И, по-моему, в 98-м году открыли детскую школу для керлинга. Уже поняв, что нам, в общем-то, надо показывать результаты, растить своих чемпионов. Занимались люди более взрослые, да, которые пришли развивать этот вид спорта. Вообще в Москве с 94-го. Вот такие как бы энтузиасты, да, которым это было интересно. В то время решили развить это именно как вид спорта. То есть стали привлекать детей. Открыли детскую спортивную школу и стали набирать детей, чтобы готовить потом уже спортсменов. То есть чтобы это было не любительски, а действительно как вид спорта. Что же это за спорт, керлинг? И насколько приходится выдерживать те же самые нагрузки и прочее? Я дальше расспрошу немножко про правила. И что это за снаряды, которые вам приходится по льду катить? Ну, я, наверное, соглашусь, что со стороны не видно той физической силы, которая затрачивается. И сложно как бы иметь полное представление, насколько это непросто. Игра длится около трёх часов. Ну, это уже нагрузка личная. И постоянно как бы ты находишься во внимании, в полной концентрации. Нагрузка идёт не только физическая, но и психологическая. Посидеть нельзя, всё время на ногах идёт непрерывная игра. А есть перерыв в середине игры, семиминутный, в котором подходит тренер, и как бы можно немножечко перекусить, попить водички за эти вот семь минут. А так вообще игра длится около трёх часов. И, например, натирание льда, вот это вот, которое сравнивают там с мытьём полов, да, вот эти все шутки. Да, ну, это я в начале только эти шутки. Вот, на самом деле очень сильно вовлечены мышцы спины, ну и, конечно же, руки, да. Площадка 45 метров. И вот всю вот эту вот длину нужно непрерывно усиленно натирать. Не просто щёточкой потереть, подмести, а именно вот с усилием нужно давить на эту щётку и при этом часто-часто тереть для того, чтобы растопить немножечко лёд. Ах, вот для чего. Да. Вот сейчас, наверное... То есть лёд растапливается, образуется тонкая водяная плёнка, и благодаря этому камень проедет больший путь, немного дальше. Ну, смотрите, а с другой стороны, почему бы не решить эту проблему большим усилием того же самого толкания камня? Вот, например, первое, что в голову пришло. Да, но есть определённый мишень, в который нужно попасть. Если кинуть сильнее, чем эта мишень дальше, то камень пролетит, и он не будет играть. Он будет вне игры. Ваша задача – оттолкнуть камень соперника, чтобы он остался ближе к какой-то точке, задачи разные. Но главное, вот вся суть игры идёт в этой круглой мишени, которая называется дом. И задача состоит в том, чтобы свои камни были как можно ближе к центру, чем камни соперника. То есть можно выбивать камни соперника, можно просто свой привести, можно немножко оттолкнуть, можно как в бильярде там отскоком сыграть, как от своего, да? Вот, очень много вариантов бросков. Простите, что перебиваю. А вот этим угловым столкновением – это тоже на тренировке надо учиться? Конечно. Грубо говоря, вы должны предусмотреть, куда конкретно… Нужно попасть. Соперник снаряд отскочит. Ну, как в бильярде, в том же самом. Да. Бывает такое, что, ну, не знаю, в лёгкой атлетике, допустим, ты толкаешь ядро, и количество раз должно быть большое. Это значит в сетку ты будешь толкать, оно будет тебе прикатываться. Как это происходит в хёрлинге? Там же 45 метров. Сколько попыток нужно выполнить, чтобы закрепился навык хотя бы только одного движения? Попыток нет. Ну, я говорю о тренировке. Так. А как быть? В общем, представление об игре. Есть капитан команды, который руководит игрой. Он строит всю тактику и стратегию игры. То есть вот эти задания, которые команда будет выполнять, либо выбивать, либо просто привести, вот, вид броска, да, и вся тактика, она строится капитаном команды. Команда тоже в этот процесс иногда привлекается. Капитан может посоветоваться, там, если у него есть какие-то несколько решений, да, чтобы принять более рациональное, можно посоветоваться. Но, как правило, всё-таки итоговое решение окончательное за ним. Вот. Но вся команда тоже должна находиться непрерывно вот в процессе игры, в ходе игры и понимать, для чего это делается, что мы хотим получить в итоге, да, и как взять очки. Вот. То, что будет делать соперник, можно, конечно, предположить, но бывают и команды непредсказуемые. Уловки какие-то допускаются? То есть? Хотя мне трудно представить, какая может быть уловка. Ну, в других видах спорта можно притвориться очень уставшим, например. Знаете, я знаю одного боксёра, армянина, чемпиона мира, который мог выйти на взвешивание с сигаретой. Ну, это вот исключительно такой психологический приём. Ну, конечно, здесь он не подойдёт. У вас существует что-либо подобное? Свои какие-то преимущества? Я не знаю. Я думаю, что во время игры нужно уметь абстрагироваться от соперника, быть как бы единой командой, и главное – выполнять свои броски хорошо и как бы преследовать ту цель, которая была поставлена на игру или на определённый конкретный энд. Вся игра делится на части. Они называются эндами. Болельщики на вас как-то влияют? Или пытаются воздействовать, если они болеют за ваших соперников? В кёрлинге не принято мешать выполнению броска. Считается таким интеллигентным видом спорта, что не принято мешать, кричать, когда совершается бросок. Можно похлопать, поаплодировать, когда бросок совершён, на тот момент. Но когда готовится бросок, не принято. Но такое бывает, потому что не все люди знают, не все знают про вот это правило этикета. И хотят поддержать свою команду, допустим, где-то проходят соревнования, больше болельщиков тех, которые живут в той стране. Они, конечно, их в свою команду хотят поддержать. И где-то за незнанием и не желая того, они радуются ошибкам соперника. Но их можно понять. Их можно понять. И я думаю, что вот это отношение и умение абстрагироваться, оно, конечно, приходит с опытом и со временем. Потому что первый раз, конечно, это может как-то повлиять. И расстраиваешься, и неприятно. А потом, ну, как-то и понимаешь, да, и уже ты в этой ситуации сталкивался, и понимаешь, что ничего ты с этим поделать не можешь, на это повлиять никак нельзя. Тебе нужно выполнять свои броски, играть и стараться выиграть. То есть нужно уметь от этого абстрагироваться. Вот, кстати, о том, что нужно уметь в кёрлинге, я обязательно вас расспрошу после небольшой паузы, на которую мы всегда вынуждены прерываться. Люди Спорта Люди Спорта С Николаем Валуевым На Спорт.ФМ Вынужденная пауза подошла к концу. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о кёрлинге. Впереди Олимпиада зимняя. И, конечно же, нас очень волнует этот вид спорта, потому что с 90-х годов он развивается в России. Я надеюсь, разобьется и будет одним из тех видов спорта, где мы будем так же блистать, как и в тех же самых лыжах, биатлоне. А Людмила Прививкова у нас в гостях. Людмила, расскажите о качествах, которые исключительно присущи спортсменам-кёрлингистам. Спортсменкам тоже, конечно. В вашем случае. И насколько вообще это опасный вид спорта с точки зрения травм? Считается, что он очень безопасный. Но сначала о качествах. О качествах. Я думаю, что, как и любой спортсмен, игрок, занимающийся кёрлингом, должен соблюдать дисциплину. Потому что с этого всё начинается и с этого строится. Что определённый режим, определённый график, всё внимание основное тренировкам, играм. Потому что это главное, к чему готовишься и стремишься. Качество непосредственно для кёрлингистов, наверное, необходимо терпение. Потому что, как я уже говорила, игра длится 3 часа. Когда совершает бросок соперник, ты ничего не можешь сделать. Ведь спорта неконтактный. Ты не можешь ни помешать, ни повлиять. То есть, как бы здесь нужна какая-то умение терпеть, ждать, выдержка. К тому же она ещё нужна, когда игра идёт, например, очко в очко. Особого преимущества у никакой команды нет. И вот необходим вот этот момент, который обязательно предоставится, его вот дождаться и им воспользоваться. Он может быть один за всю игру. Да, да, может быть и такое. И в кёрлинге не обязательно выигрывать 10 камней преимущества. Можно выиграть всего лишь один камень в преимуществе, и победа уже обеспечена. Поэтому особо за большим количеством не гонятся. Стараются в Энди выиграть 2 очка. Но когда последний бросок у соперника в Энди, то отдать не больше одного. Это считается хорошо. То есть, вот это вот преимущество в 1 очко, оно как раз и получилось бы. Если 2 взять и отдать 1 всего лишь. Прямо-таки распирает любопытство. Пора спрашивать вас о бендах, бросках, о камнях. Ну, хотя бы о камнях. Сколько весит этот камень, и реально он из камня сделан? Или это всё-таки уже какая-то застывшая мастика? Нет, сделан из камня, из гранита. Гранит особенный, он однородный. Месторождение такого гранита одно в мире, в Шотландии. Ну, конечно. Серьёзно? Нет, я говорю, конечно. Они сразу обеспечили себе преработок. Его особенность в том, что при сильных ударах он не раскалывается. Ну, это действительно, гранит всё-таки колется. Вот особенно если взять в пример мужчин, да, то у них гораздо более сильные броски совершаются. Там даже отскоки поймать бывает непросто, потому что с такой силой всё это разлетается и летит. А вам нужно ещё ловить отскоки. То есть ваши камни разлетаются, и вы ещё их должны там где-то поймать? Ну, чтобы они не нарушили ситуацию, возможно, и да. То есть они могут не просто выходить из площадки, нужно ещё следить за тем, чтобы они, уходя из площадки, не нарушили какие-то стоящие камни уже в игре. За этим следить. Бывает, что на турнирах нет разграничений между дорожками. Как правило, играет несколько дорожек рядом, вот, несколько площадок, несколько игр. И чтобы камни не помешали другим играм, да, на соседних дорожках, нужно их ловить. Но на Олимпиаде специально стоят ограждения, бортики, вот, чтобы таких нюансов не было. Ну да, всё-таки сколько он весит? Он весит почти 20 килограмм, если быть точным, 19 килограмм 960 грамм. Но это связано с тем, что у них измерение идёт в фунтах, поэтому в переводе получается не точно. Мы, значит, советуем нашим радиослушателям примерно взять и поднять полную бутыль воды. Ну, вот эти вот кулеры, да, примерно так. Ну, конечно, он потяжелее весит. Ну, и мы их не поднимаем, мы только катаем по льду. Всё-таки этот вид спорта достаточно молодой, интересный. Вы можете вспомнить, много ли тогда с вами пришло детей, которые действительно в этом виде спорта остались и сегодня тоже активно там выступают? Были такие? Или не осталось? С кем я пришла вот из моего класса даже, да, мы были все 11 класса, нет, уже все закончили. Но вы тогда понимали, что это настолько новая дисциплина, вы фактически открывали какую-то книгу? На тот момент я этого абсолютно не понимала и об Олимпиаде даже и не думала и не мечтала, я могу вам признаться. В детстве, совсем в детстве, я занималась художественной гимнастикой. Вот, потом её бросила, несколько лет никаким видом спорта не занималась, и у меня было достаточно много свободного времени. В школе я тоже успевала нормально, вот, и мне хотелось в какую-нибудь спортивную секцию пойти, очень хотелось. Вот, и тут как бы предложили кёрлинг, и я пошла. Ну, они не прогадали, предложив вам пойти в кёрлинг. Ну, наверное. Дело в том, что вы говорите о Олимпийских играх, об Олимпийских играх, участницей которых вы уже являлись. Я так понимаю, что для вас это было какой-то мечтой? Расскажите, первые Олимпийские игры, какие ощущения были? Какие команды вообще туда приехали, которые, наверное, более опытные были, чем ваши российские? Олимпийские игры, это было действительно для меня незабываемо, много очень приятных, необычных ощущений. Я очень хорошо помню момент, когда я вышла на первую игру, уже стояла на площадке, началась игра, а я даже в тот момент ещё не осознавала, что это всё происходит со мной на самом деле, и что я на Олимпиаде, и всё это по-настоящему действительно было так. Настолько это было, ну, что-то невероятное тогда для меня. Ну, я тогда была капитаном команды, да, вот, и тактику игры строила я. Были ли среди вас спортсменки, которые были значительно там как-то старше вас, вот насколько вы сыгрывались? Дело в том, что я знаю, до 48 лет прецеденты имеются, есть спортсменки даже старше. Да, ну, действительно, в кёрлинге немаловажен опыт, потому что вот когда идёт завязка игры в Энди, там первые четыре броска, это как бы какие-то классические игры, броски, всем известные. Но потом уже идёт завязка и ситуация, которые, как правило, никогда до этого не встречались. То есть это каждый раз что-то новое, и ты должен думать, продумывать. Неспроста вот кёрлинг называют шахматами на льду, потому что ты должен просчитать не только свой следующий ход, но и несколько ходов вперёд. Ещё соперника желательно. Ещё соперника, да, что он может сделать, а что не может сделать, и чтобы он как бы не сделал такого, что очень нам помешает. Вот это тоже, конечно, нужно всё предугадать, предположить и принять наиболее рациональное решение. Например, канадские специалисты считают, что спортсмены в кёрлинге до 30 – это дети, потому что вот необходим опыт игровой, вот это вот мышление логическое, да, строить игру, планировать вот эти ходы. К тому же игра длится около трёх часов, да, вот это ещё выдержка нужна. Более молодой спортсмен, как правило, он хочет скорее-скорее много очков выиграть. Вот, но кёрлинг виспорта не такой, здесь нужно иногда ждать и терпеть. Вот, но последнее время виспорта омолаживается, стали больше внимания уделять физической форме. Это вот с чего мы уже с вами начинали, о чём обсуждали, да? Я обязательно вас расспрашиваю про физическую форму. Вот, этому стали уделять больше внимания. Каждая команда занимается фитнесом, свою физическую форму поддерживает, вот. И в связи с этим немножечко спортсмены омолодились. Но в процентном отношении на физическую подготовку и на саму игру, я имею в виду тренировки, технические тренировки, как по времени, вот, или в процентах время на сборах уходит? Сезон у нас начинается летом. В олимпийском сезоне, вот, накануне Олимпиады, сезон начался раньше, в июне месяце уже. Обычно начинается с середины июля. Летом у нас идёт именно вот физическая подготовка. Мы выполняем различные прыжковые и беговые упражнения, бегаем кроссы, качаем пресс, спину, занимаемся в зале, фитнесом, на тренажёрах, вот. И основная база закладывается летом. У нас, как правило, два сбора, они именно по физической подготовке. С августа начинаются ледовые тренировки, вот, начинается уже непосредственно сезон игровой, и потом уже больше уделяется внимание, конечно же, техническим тренировкам, отрабатываемым каких-то бросков на льду. И физика уже имеет такой характер более поддерживающий. То есть тренировки по физподготовке, они уже где-то, ну, раза два в неделю проходят. Уже как больше поддерживающие. А дальше, когда мы сейчас буквально прервёмся на секунду, я вновь расспрошу вас об Олимпийских играх и, конечно же, о том, насколько вообще всем этим трудно заниматься. Это, я думаю, очень интересно для всех. Люди спорта! Люди спорта с Николаем Валуевым на Спорт.ФМ Я с нетерпением сейчас дождался, когда кончатся новости. Хотел задать вопрос по поводу процентного отношения между физическими тренировками и тренировками на технику. Ну, по времени. Вот и насколько распределён вот этот тренировочный график во время года? Как правило, физическую подготовку мы ей занимаемся летом. В обычном сезоне начинаются сборы с середины июля месяца, но в Олимпийском сезоне, в связи с тем, что Олимпиада проходит раньше, чем чемпионат мира, подготовка начинается тоже раньше, и в этом году мы начали заниматься физической подготовкой уже с июня. Как правило, проходят у нас два сбора по физической подготовке. Мы занимаемся непосредственно только мышцами нашими. Бегаем, кроссы различные, выполняем прыжковые и беговые упражнения, качаем пресс, спину, которая нам очень нужна и очень много задействована в нашей игре. Занимаемся в зале, на тренажёрах. Потом уже с августа примерно начинаются тренировки на льду, где мы отрабатываем определённые броски, какие-то кусочки игровые. И потом уже начинается сезон у нас игровой с сентября месяца, турниры, этапы Кубков мира. И уже физическая подготовка, она имеет такое больше поддерживающее свойство, то есть где-то раза два в неделю мы и занимаемся. Это каждый раз, в общем-то, вы проходите эту историю. Кстати, учитывая вес камня, о котором вы мне сказали, я удивляюсь, как вот в таком стройном и хрупком состоянии вы этот камень берёте в руки. Но мы его не поднимаем. Мы не поднимаем, катаем, поэтому. Но когда я только пришла, да, в 14 лет, я камень этот не могла докинуть до мишени. Ах, вот всё-таки пришлось потренироваться. Но для детей есть специальные камни, они весят меньше, 12 килограмм. Но в то время в спортшколе не было таких камней. В боулинге тоже разного плана камней. Простите, шары, шары там шары весят совершенно по-разному. Ну, в вашей жизни было не менее двух олимпиад. Это огромный опыт. Вы мастер спорта международного класса, российская наша прославленная спортсменка, которая, ну, у вас не так много керлингистов на самом деле, которые могли бы... Ну, сейчас уже много, ведь спорта развивается. Да, он развился. Но так, давайте не будем сбрасывать со счетов опыт. Опыт, и очень многие западные специалисты сами говорят, что это позднеспелый такой вид спорта, где опыт очень важен. Да, это действительно так. Буквально не могу не спросить о истории последнего времени, которую я узнал. Правда, меня вот как человека, всегда выполнявшего какой-то норматив, прежде чем попасть на соревнования. Или это в боксе надо было стать там в призах вторым, первым. Соответственно, на лёгкой атлетике это тоже выполнение норматива или какое-то место. Первое там или второе для попадания в сборную. В керлинге, я так понимаю, это обстоит немножко более субъективно, потому что вот история у нас теперь... Национальную сборную возглавляет Томас Липс. И как раз в конце сентября тренерский штаб женской сборной по керлингу отобрал шесть кандидатов в Олимпийскую команду России, в числе которых вас не оказалось. Я вот говорю об опыте и прочее. И как раз президент Федерации керлинга России Дмитрий Свящев сообщил, что состав женской сборной меняться не будет. Очень странно. Это почему? Это как так происходит, что опытный человек, такой как вы, спортсменка, с таким стажем не поедет на Олимпиаду в Сочи? Это что за история? Можете как-то рассказать? Мы несложно ответить, почему, да. Это, конечно, больше вопрос к тренеру, потому что он принимает эти решения. Там какая-то история очень такая жесткая. Он поставил или я, или вот мое мнение, или все остальное, я уезжаю. Там достаточно скандально все. Ну, ему дали право формировать команду, принимать решение и формировать ее так, как он это видит. Привести команду к максимально возможному результате на Олимпиаде. Конечно, уже все хотят медаль, и команда готова. И уже и два чемпионата Европы выигрывали, и этапы Кубков мира. То есть, ну, уже ждут все медаль. Вот, поэтому пригласили иностранного специалиста, чтобы команде помочь. Вот, подсказать что-то по тактике, что она не знала. Ну, по поводу его решения, ну, я не могу сказать, почему. Я все-таки не до конца это понимаю. Но команда основная все равно, она осталась, и она очень хорошая. Я думаю, что способна добиться результата. К тому же, совсем недавно они выиграли этап Кубка мира в Швейцарии. После чемпионата Европы они выиграли первое место на Универсиаде. Это тоже непростой турнир. Там девять игр по кругу, потом полуфинал-финал. Команды достаточно приличные. Вот. Ну, это тоже показатель, да. И показатель того, что команда хорошая. Я рада за тех девчонок, которые попали в эту олимпийскую команду. Я их поздравляю. Для кого-то эта Олимпиада будет первой. Я представляю эти эмоции, ощущения, которые будут внутри. Вот. Я им искренне желаю успехов и победы. Поверьте, мы все желаем успеха и победы однозначно. А мне очень хотелось расспросить, как же в вашем случае вы, получается, буквально готовились к Олимпиаде и просто вновь продолжите готовиться к следующей Олимпиаде? Каким образом вы сможете доказать, что вы, а не кто-либо другой, может на следующую Олимпиаду поехать? Ну, доказать, я думаю, можно только своей игрой и стабильными, отличными бросками. Вот. А к этой Олимпиаде, действительно, я готовилась очень долго. И в 2008 году, когда комиссии международной было принято решение, что Олимпиада будет проведена в городе Сочи, у нас в стране, я очень-очень этому радовалась. Я в три часа ночи смотрела эту прямую трансляцию, дома кричала, прыгала. Ну, для меня это действительно было большим счастьем. И попасть на домашнюю Олимпиаду, это, я думаю, что в памяти она останется навсегда и будет отличаться от всех других. Ну, естественно. Потому что это дома, это родные стены, это много болельщиков, которые поддерживают тебя. Потому что на международных соревнованиях мы не раз замечали, что вот этой вот поддержки нам не хватает. У нас еще не образовался фан-клуб свой, да? Нет, нет, такого нет у нашей команды пока. И тем более вот в Сочи, да, это настолько необычно, рядом море. Мы были в середине декабря на Копке России, там нигде снега нет, там замечательная погода, солнечно, сухо. И зимняя Олимпиада. Ну, это очень необычно, да, непривычно ни для кого. И на протяжении вот этих вот семи лет, конечно же, я готовилась к этой Олимпиаде, я как бы шла к своей мечте, потому что уже подошел тот период, когда наша команда российская, да, она уже способна бороться за медали. Потому что, ну, раньше, когда первый раз команда поехала в 2002-м, конечно, все понимали, что медали там никакие не светили. Ведь спорта только развивался, команда первый раз туда попала. А сейчас уже прошло достаточно много времени и опыт другой. И команда сама взрослее стала, и уже многое знает, да, потому что вот развитие спорта, вот эта вот тактика и стратегия игры, когда все только начиналось, конечно, не знали. И зачем вот эти вот защитники нужны были перед домом, а этого не понимали. Все это было со временем наработано, в общем, таким трудом тренерского коллектива, вот. И, то есть, сейчас уже вот такой период, когда можно действительно бороться за медали. Ну, вот как раз по поводу, как мы сможем бороться за медали и поедете ли вы в Сочи, я все-таки спрошу через небольшую паузу на новости. Дорогие друзья, у нас еще четвертый раунд, не забывайте, мы в студии, не бросайте нас. Люди спорта. Люди спорта с Николаем Валуевым на Спорт.ФМ Уважаемые радиослушатели, мы все спортсмены, любим спорт, и я бы сказал, что сегодня мы уже говорим не об экзотичном для России виде спорта, а о керлинге. У нас в гостях Людмила Прививкова, российская керлингистка, двукратная чемпионка Европы, мастер спорта международного класса. Это клип сборной России по керлингу на зимних олимпийских играх 2006 года и 2010 годов. Давайте немножко поговорим о тех командах, которые так или иначе будут противостоять нашей сборной в Сочи. Кто составит нам основную конкуренцию? Основными конкурентами в Сочи у нас будут, я думаю, что канадки, как всегда, потому что у них очень большая конкуренция в стране. И много льда. Ну и льда тоже. Вы, возможно, не поверите, но у них керлинг популярен так же, как хоккей. Собираются многотысячные стадионы, и все смотрят, переживают. То есть не только по телевизору, да, а прям приходят на стадионы, когда проходит чемпионат Канады, и даже какие-то там турниры крупные. У них это очень популярно, очень развито. В каждом маленьком городке есть свой керлинг-клуб, где занимаются абсолютно разных возрастов. Это мне напоминает гольф в Финляндии. Там тоже все занимаются. Ну, возможно. У них это очень популярно. Порой бывает даже чемпионат Канады выиграет сложнее, чем чемпионат мира. У них очень сильная конкуренция и очень много хороших команд. Поэтому наши команды и многие европейские ездят на турниры в Канаду, чтобы там получать вот этот вот игровой опыт и соревноваться с сильными соперниками. Шотландцы пока не отделились. Вот, шотландки, конечно, да, фаворитки. Конечно, я думаю, все-таки. Ну, надо говорить, все-таки великобританки. Да, на Олимпиаде, конечно, они будут представлять Великобританию. Они действующие чемпионки мира. Достаточно молодая команда, но показывает очень большие успехи. Шведки. Всегда был в Швеции сильный керлинг. Не очень популярный, но команды очень сильные. Вам удастся поехать в Сочи? Вы уже купили билеты, оформили паспорт болельщика? Нет, не купила. Это достаточно все проблематично, я так понимаю. Но я бы очень хотела поехать и обязательно попробую. Там будет такая служба безопасности, не знаю, без паспорта болельщика будет сложновато. Да, я знаю, все строго на Олимпиаде. И вот даже Кубок России, который проводился в декабре, это было как тестовое соревнование перед Олимпиадой. Уже был контроль, проверяли нас каждый раз с аккредитацией, что несете в рюкзаках с собой. То есть все, да, строго. Знаете, женская сборная может похвастаться гораздо более впечатляющим набором команд, чем мужская. Причина какая-то в этом есть? Ну, наверное, на первом этапе девочкам уделялось больше внимания. Когда все начиналось, и тренеров было меньше, да, ну и спортсменов было меньше. Вначале чего-то, конечно, не хватает. Вначале им уделили меньше внимания. Но еще есть немаловажный факт, что мужской керлинг, он другого уровня, более зрелищный, более интересный. И связано это с тем, что мужчины способны выполнить гораздо более сложные броски. То есть получается, что в связи с этим в женской сборной добиться успехов немного проще, чем в мужской, потому что уровни очень сильно отличаются. И так как начинали-то с детей, да, то есть молодым ребятам пробиться на уровень там различных чемпионов, которые занимаются уже лет по 20-25 керлингом, это, конечно, непросто. Но они второй год подряд отбираются, остаются, вернее, в группе А, в десятке сильнейших. Вот это тоже такой как бы шаг вперед большой уже в мужской сборной произошел. Ну, слава богу, потому что нас всех это волнует, все-таки они поедут и будут в Сочи драться, драться. Бороться. Бороться, бороться будут, да, с сильнейшими сборными мира. Давайте я тоже, думаю, стоит им пожелать удачи. Мужчины часто, кстати, смотрят женские соревнования ради красивых девушек. Это, конечно, во многих видах спорта. Керлинг сюда можно соотнести? Ну, я думаю, да, потому что про это говорят, что, ну, приятно смотреть, да, на спортсменок, на которых, ну, хочется, да, смотреть. Конечно, прежде всего мы должны заинтересовывать болельщиков нашими победами и спортивными достижениями. Но если наша команда какой-то части зрителей приятна, да, и это способствует как-то популяризации вида спорта, да, привлечению интереса к нему, то почему нет? Я тоже думаю, почему нет, потому что многие виды спорта очень популярны. Это сами рейтинги говорят, там, женский тоже самый, теннис, пляжный волейбол, ну, многие виды спорта. Так или иначе, исследования проводились, и мужчин там, зрителей гораздо больше, чем женщин. Но всё равно по ходу просмотра они и правила поймут, и видом спорта заинтересуются. А бывает, что камни называют бульниками, или, может быть, какой-то есть сленг, обозначающий ваши спортивные снаряды? Ну, я помню, когда мы только начинали, что-то вроде утюгов говорили. Утюгов? А, ну да, есть. Отдалённо есть. Вы знаете, сейчас вид спорта достаточно уже развился в нашей стране, и если лет, не знаю, так, 5 назад ещё были вопросы, ой, кёрлинг, а что это такое? То сейчас, как бы, практически все знают, что это такое, уже видели по телевизору, и, как бы, идут вопросы такие более какие-то детальные по правилам, вот, зачем натирать, то есть, более какие-то подробные уже. Ну, та же самая щётка, она... Швабрами все называют. Ну, хорошо. А может, вообще, эта щётка, она всегда одинаковая? Или там есть разные, разновидности этих щёток? А есть щётка с поверхностью синтетической, у которой ткань на подушечке вот этой, которая натирает лёд, вот, а есть волосяная, которая действительно похожа чем-то на швабру, да, вот, с этими, она с ворсом, и используется она редко, когда на льду выпадает иней. Ну, а вообще, щётки, они немножко отличаются, есть несколько производителей, да и команды играют теми, к которым им удобно или к которым они привыкли. Ну, производители тех же самых щёток проявляли к вам интерес? Просто есть история, что вам предлагали записать рингтон для мобильных телефонов. Да. Так всем запомнилось, что вы громко и чётко отдаёте команды, это правда? Да, предлагали записать рингтон, но как-то это потом всё утихло. А по поводу громких команд, во-первых, площадка достаточно длинная, да, 45 метров, и рядом идут игры тоже, прям на соседних площадках. И чтобы услышали, да, именно твои игроки, твои команды услышали, нужно, конечно же, произносить их достаточно громко. К тому же, бывают такие моменты, когда нужно очень близко пройти к камню, и там играют роль буквально миллиметры, и вот голосом нужно заставлять тереть лёд интенсивно очень-очень. Ну, я смотрел соревнования, это на самом деле впечатляет, когда капитан даёт команды, причём они действительно достаточно резкие такие, эмоциональные очень. Да. Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы вы реализовали себя на следующих Олимпийских играх, те, которые будут уже в 2018 году. Мне кажется, что ваш задор, ваш опыт, энергия, мне кажется, оставят вас ещё на 4 года, вы поборетесь и обязательно там будете. Обязательно. А несправедливости на ваш счёт обязательно не должно быть. Я уверен, тем более, наверняка, впереди очень много огромных интересных соревнований, таких как чемпионаты мира. Давайте всё-таки победим, в конце концов, Канады. Конечно. Огромное вам спасибо, Людмила, за то, что вы согласились сегодня поговорить об этой интереснейшей игре и раскрыть нам буквально небольшие тайны, потому что, наверное, об этом можно говорить, говорить и говорить. Да, действительно, вид спорта новый. Очень хочется, чтобы люди понимали и разбирались в тонкостях этой очень увлекательной игры. Вам большое спасибо, что меня пригласили. Я надеюсь, с вашей помощью они будут разбираться лучше. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что у нас в гостях была Людмила Прививкова, российская керлингистка, двукратная чемпионка Европы, мастер спорта международного класса, скип сборной России по керлингу на зимних Олимпийских играх 2006 и 2010 годов. До скорой встречи. С вами был Николай Валуев. Пока. Люди спорта.